В январе нынешнего года мы рассказывали о создании скейт-парка в гараже Брестским учителям физики. Такое хендмейд ценило большое количество ребят, увлекающихся скейтами. Для них это место стало новой площадкой, где есть хорошая возможность не только отточить трюки, но и научиться новым элементам. Ведь в компании единомышленников заниматься любимым делом интереснее. Это хорошо пользуется спросом. Дети есть, дети, да и взрослые ребята, которые уже хорошо катаются. Можно было бы даже какую-то, как я хочу, организовать скейт-школу, обучать каких-то подростков, которые просто хотят научиться кататься на скейтборде, но не знают, как и с чего начинать. Скейт-парк в гараже – хорошая идея, но для ребят, которые дня не могут прожить без трюков на своих скейтах, велосипедах или роликах, такая инициатива – не выход. Только по официальным данным в городе насчитывается более 100 скейтеров, а значит им необходима площадка просторнее и город располагает такой территорией. В различных районах Бреста существует более 15 зелёных зон, на территории одной из которых участники двугородских организаций «Время земли» и «Завела Брест» предлагают спроектировать роллер и скейт-парк. На протяжении года инициативная группа работала над созданием новой концепции зелёных зон, где основной акцент был сделан на то, чтобы эти площадки были разными по тематической направленности. Когда мы разрабатывали эту концепцию предложения, мы бы хотели, чтобы эти парки все были функциональны, они отличались друг от друга. И вот у нас появилась такая идея, что можно было бы первый такой парк, это вот на месте сквера, который сейчас на Папанино находится улице, сделать такой первый роллер-скейт-парк. Потому что в Бресте есть сообщества, которые увлекаются данными видами, и в принципе у них нету места более такого профессионального, где они бы могли развивать эти, ну как свои навыки. Поэтому у нас пока родилась такая идея, для других зон, для других парков тоже в будущем мы планируем разработать концепции, какими они могут быть. Необходимость возрождения зелёной зоны на улице Папанино была одной из главных тем на встрече. На мероприятие собрались и активно обсуждали тему заинтересованные ребята, для которых данный вид спорта значит многое. Они вместе пытались найти оптимальное решение сложившейся ситуации – отсутствие скейт-парка в городе. Предложения организаторов мероприятия их заинтересовали и воодушевили, ведь их мечта о создании идеального места для занятий скейтбордингом может стать реальностью. У нас все поддерживают этот спорт и достаточно много людей, сейчас начинающих, которые на самокатах катаются, также на BMX, на великах, трюковых. Скейт-парк, который у нас в парке 1 мая, то есть там стоит рампа и пару трамплинов, грубо говоря. Трамплины у нас это забрали уже, непонятно где они, а рампа у нас в довольно-таки печальном состоянии, то есть листы, все фанеры гнилые, кататься невозможно уже. Нравится, очень сильно кататься нравится, хотелось бы развиваться в этом, развиваюсь, но развиваться невозможно в связи с отсутствием скейт-парков. Единственное место, где у нас можно кататься – это парк имени 1 мая, но там ничего нет, вообще ничего, куски дерева поломаны и на Ленина, на Ленина гоняют. В планах у организаторов реализация и других проектов – расширение и улучшение велосипедной инфраструктуры, озеленение города, благоустройство парков и многое другое. Люди быстро привыкают к хорошему, а безопасные улицы и чистый воздух – это, безусловно, хорошо. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.